Здравствуйте дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев и сегодня мы рассмотрим кисти из ушного волоса. Ушной волос традиционный материал для изготовления художественных кистей, прежде всего для масла, гуаши или акрила. Рублев создает кисти из ушного волоса плоской, круглой и овальной формы, любого размера. Ушной волос не такой прочный, как щетина, однако дает очень красивый и пластичный мазок, за что и ценится художниками. Холст устанавливаем в тени, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. Рисунок делаем тонкой круглой кисточкой номер 3. Подмалевок легче всего делать большой кистью плоской формы. Для проработки деталей используем кисти среднего размера. Овальной кистью пишем мягкий снег. Круглой кистью прорабатываем облака. Плоской кистью создаем элементы архитектуры. Круглой кисточкой номер 3 уточняем самые мелкие детали и проводим тонкие линии. Работа над деталями закончена. Остается только обобщить и завершить свой этюд. Субтитры создавал DimaTorzok